Барев, еляс. Нонцес? Барев, барев. Ты с Кировакана да? Аа, ты вортаешься. Той же с Кировакана. Аа, вортаа мы и лапром. Степанова. Кировака Нур, Степанова, Нур, куда ты живешь? Ха-ха-ха! Хорошо, че где? Ну, ряда, ряда, ряда. Ну, ну, Руценко, Кировака Степанова немножко подальше друг от друга. Не-не-не-не, Ераз, Ераз. Ты родился в Армении. Ты вырос в Армении. Потом уехал к себе в Баку. Неужели ты за это время забыл свой армянский язык, которому тебя учили в школе? У нас не учили. Не учили у нас армянский язык. Почему? Ераз, когда ты жил в Армении, ты не учил армянский язык? Нет. Зачем ты говоришь? На каком ты там разговаривал? На азербайджанском разговаривал. На древней Балбанском. Ты кто разговаривал на азербайджанском? В Армении? В Армении? В Армении что тебе запомнилось? Мне запомнилось, когда я еще маленький был. Армяне всегда нас когда увидели, а я и в Туркесе говорили. Вот это я хорошо помню. Ну, это спрашивали, естественный процесс, Армянин или Туркесе. Что еще больше не запомнилось? Запомнилось, я постоянно с ними дрался, еще с моралейскими. Из-за того, что они вас Турком называли? Да. А почему вы сейчас сами себя Турком называете? Ну, потому что с тех времен армяне ненавидели нас, азербайджанцов. Нет, сейчас я вот смысл не понимаю. Когда вас в детстве обидно было, когда вы выросли, вы вдруг решили, что вы Турок? Да, конечно, Турок. Да, а почему в детстве обидно было, когда армяне вас Турком называли? Ну, они типа на себя вычисляли, а я из Туркеса туда-сюда. Хорошо, вы в Армении, я так поняла, вы маленьким были, а ваши родители на какой должности были в Армении? Ну, простые рабочие были. А где они работали? Ну, в селе, где можно работать в селе? Слушай, внимательно, я закончил институт, поехал туда. Мне по специальности работу не дали, понимаете или нет? Вы институт где закончили? Я в Баку закончил институт. А где вам работу не дали по специальности? В Баку? Ну, в районе, в селе по специальности не было работы, а районе не дали. Ну, я услышала просто печальную новость, что вы, отучившись в Баку, не смогли себе найти работу. Как это мне многие азербайджанцы заходят в эфирах, про то же самое примерно говорят. Я вам говорю, если бы вы отучились в нашей Армении, вы бы нашли себе работу по специальности. Это не составило бы труда. В Армении какая разница? Мы же вас там не убивали. Как не убивали? Первый кто начал? Армяне начали всех азербайджанцев оттуда выгонять. Неправда, неправда. Наши соседи азербайджанцы, нашего соседа звали Кязем, азербайджанская семья, которая с моей бабушкой грузила, они в нашем дворе жили, да, по соседству. Они, когда все это началось, они уехали где-то дней через 20 после того, как все это началось. И они оттуда уехали со всеми своими вещами, со всем своим добром. Если бы мы их уехали, как вы думаете? А почему вопрос задавай? Почему оттуда уехали азербайджанцы? А я могу сказать. Почему? Потому что в Армении приезжали азербайджанцы и агитировали, да, что уезжайте, убегайте, вас будут убивать, вас настраивали, да, вам говорили специально, а вы повелись вот на эти вот пропаганду, что вас будут убивать, вас никто не собирался убивать. Вы уехали из Армении, вам поменяли жилье, вам ничего не докажете. Вы поменяли свое жилье. Я сейчас одну докажу, Еряз, подождите, друзья, извините. Если бы сейчас ваша мама была рядом с вами, я бы ей пару вопросов задала бы, потому что у нее были соседи Армении, по-любому они вместе кофе пили, в нарды играли, как это сделал мой дедушка с этим садом, они в нарды играли. И эти люди, которые всю жизнь жили вместе, они не могут поднять оружие и убивать своего соседа. Это никогда в жизни, я такое не поверю. Мы наоборот сделали так, чтобы они культурно, аккуратно уехали, чтобы ничего их не коснулось и ничего с ними плохого не произошло. И даже вы жилье обменяли свое в Армении на жилье в Азербайджане. Как вы выгнали, что называется, вы вынуждены были армяне из отца уехать, оставить свои дома, а вы свои дома поменяли. Армянские поменяли на Азербайджане. Вы не остались без жилья. Вы не остались без жилья. Вы продали свои дома тут, вы, кто не смог поменять дома в Баку, тот продал здесь свои дома, уехал с деньгами, со своими вещами и живой и здоровый. Да, а вы в рёд сейчас сидите на боблёте. А где вы уехали здесь в Баку? Были полуизбитые, полуизреженные и без денег, без ничего. А некоторые вообще не вернулись, их там просто убили. Я сейчас в актаментах хочу, подожди, герят. Я раз послушаю, герят, послушаю, герят, послушаю, герят. Я раз послушаю сюда. Мы даже сейчас очень культурно и по-человечески с вами разговариваем, не оскорбляем, не унижая. Вы неужели не понимаете, что это эфир, из обыкватных эфировнистов, где просто так человека оскорбляем, что не унижаем. Мы говорим по факту, что вы в целом вы уедете из границы. Не, 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 можно мне вот одному, одному человеку ответить тут? Пока. Не надо на комментарии, не отвлекаемся. Культурно это так, отключить людям воду, отключить людям воду, свет, заблокировать, держать их в блокаде. Это культурно вы отправили. То, что вы держали в блокаде. И плюс еще по дороге, сколько людей вы покитили. То, что вы в блокаде, да? Это считается военным преступлением. Это ничего, а? Было не было. Скажу, я разу, что кое-что. Я разу, в каком году вы переехали из Армении в Баку? Я в 89-м году. В 89-м, хорошо. А в году в Баку, в каком году начали эти резню армян? Это где-то 89-90-м году. Нет, это было в 88-м году. До 88-го года начались уже там резни. Знаешь почему? Потому что когда у нас было... И так это был... Подожди, я сейчас... Ты говорил, я слушал. Ты говорил, я тебя слушал внимательно. Тогда мне сказать. Послушай, когда у нас было землетрясение, и все эти помощи шли в Армению через Азербайджан, они мясо и все там задержали на месяц, и потом отправили гнилое. Понимаешь? А это на 88-м году. По твоим разрешениям. Смотри, это говорит 89-м Баку, да? Я раз. Да, он ушел. В 88-м году был сумгаид. А в декабре было землетрясение. Весной, да, был сумгаид? Весной был в марте. Если не ошибаюсь. А в декабре было землетрясение, только в конце года было землетрясение. Это все было в основном. Самолет разбился из-за плохой погоды. Этот самолет не единственный был, как он в этот день разбился. Югославский самолет разбился и азербайджанский самолет разбился. Это было во время СССР. Это не вы отправляли, а это Горбачев отправил самолет. Он вылетел и по пункту. Узнавайтесь, это все рук дел в ваших дошнаков. Смотри, Белла, подожди меня. Вам не как-то. Узнавайтесь, Белла, это не слышно. Еще в советское время. Белла, меня слышно, дайте мне слово. Смотри, он, вот этот ераз, самый гнилой ераз среди всех еразов. Постоянно ругают. Постоянно ераблу ругают. Он уехал, то есть все, все, был из Армении очень давно. Живет в Краснодарском крае, жена у него русская. С утра до вечера живет сало. Вот это. Я его слово цитирую. Не Краснодар, с утра я в Краснодаре живу. Ты что, меня не знал? Не узнаешь, что ли, Ара? Ара, я тебя хорошо знаю. Я не знаю. Кот, запись подними, где я. Ибо я верю. Кот, один запись покажи. Ер, ты мне скажи, вот дошнаки, чем тебя обидели? Дашнаки его жену, блядь, имели и не платили, поэтому. Твоей мамы имели. Твоей мамы, сестры. Нет, 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 нет. Твоей мамы не позволяет тут такие вещи. Они не знают, с чего это шла. Гаркин турок, гаркин турок. Барцатсусы, агарцы, не сасы. Они вообще даже так не знают, но зато они услышали от ихнего... Да, да, да. Гаркин турок, 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 гаркин